Итак, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес Сайкологи, я его веду, Сергей, и сегодня мы, соответственно, с вами будем отвечать на вопросы. И написали мне такой вопрос, гипертим плюс эмотив. Сейчас я вам зачитаю прям комментарий, что и как это вообще может сочетаться, как человек с этим смешанным психотипом будет себя вести, сначала повеселиться, а потом будет уходить в себя. Ага, уходить в себя. Что это, кстати, значит, дорогие друзья? Пишите мне, не совсем здесь бывает понятно, что вы подразумеваете уходить в себя, как шизоид, уходить в себя, замыкаться и сидеть дома. Тут не совсем понятно. Значит, дальше. Быть немного грустным с ноткой романтизма. Ммм, герой романтик. Ну, в общем-то, что-то такое. Ну, не совсем все равно понятно, что такое нотка романтизма. После всего тусача со всеми начнет определять, с какими людьми ему комфортно и хорошо, а с какими ему плохо, ну, душевные муки такие. Переставать с ними общаться. Отстраниться от них. Меньше разговаривать с людьми, которые могут казаться ему грубыми, обидеть его и так далее. Подвижность нервной системы. Общительность и движняк. Плюс обидчивость, доброта, чувствительность. Это и мотив. Ага. Ну, похоже. Как это? Как, значит, потусил, а теперь отдыхать дома под пледиком. Смотреть сериал с чашкой чая. Знак вопроса. Так что сделай короткое видео. Это будет интересно послушать. Порой такое поведение человека можно перепутать с какой-нибудь биполярным циклометией. Ну, это действительно можно перепутать с баром. Или не перепутать. Даже, я не знаю, возможно, у вас бар, кстати, задумайтесь. Я бы вообще, ну, предложил задуматься и на эту тему, и не зря вы ее затронули. И, соответственно, гипертим может сочетаться с эмотивом, конечно. Но вообще гипертимы, они очень часто и похожи на эмотивы. Их путают часто с эмотивами. Ввиду того, что гипертима не задерживается, как бы негативная информация, психика очень подвижная, очень быстрая. Он, как правило, не фиксируется на негативных эмоциях. Он, конечно, в случае стресса способен к агрессии, ну, как все-таки и большая часть людей. Но, тем не менее, больше он будет тусить, как вы описываете, и прочее. Но вот все сидения за пледиком, если это такие достаточно долгие перепады, да, там от недели до двух, а потом туса, то, ну, вы действительно похожи на, соответственно, биполярщика. Ну, что здесь делать? Тут нужно проходить консультацию онлайн и, соответственно, решать ваш вопрос. Тысяча рублей, тысяча рублей стоит консультация онлайн, не так уж и дорого. Можно, если хотите, разобраться в вашем вопросе. Поэтому, соответственно, пишите мне, все мои контакты есть, и если есть желание разбираться в данном вопросе, то мы в нем разберемся. Отвечая на ваш вопрос, может эмотив, конечно, сочетаться с гипертимом или гипертим с эмотивом. То есть тут важно, где ядро, да, где основной базовый тип личности будет в чем. Но, как правило, это бывают чистые гипертимы, которые тусят, все такое, и их все-таки не беспокоит такой уход в себя. А если есть перепады ухода в себя, то, ну, нужно задуматься, а почему вы не хотите разбирать, что у вас биполярчик такая небольшая, а что в этом такого страшного, она у многих есть, вот. И, ну, это нормально, надо, может быть, просто признать проблему и начать с ней работать. Хотя я не знаю, конечно, я с вами не беседовал, не разговаривал. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!